МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считается, если температура окружающей среды выше 30 градусов, эта температура уже предъявляет организму повышенные требования. И если не соблюдать определенные правила нахождения при такой температуре, это может вызвать достаточно серьезные осложнения, иногда фатальных. Что происходит с организмом, когда, допустим, как сегодня, температура около 40 градусов? Да, сегодня очень высокая температура, как, в принципе, и в предыдущие, нам грозятся и в последующие дни. Организм, надо сказать, что в процессе эволюции выработался механизм приспособления, адаптации к высоким температурам. Он заключается в чем? Вначале кровь, наша жидкость, она играет роль именно охлаждающей жидкости. То есть расширяются сосуды периферические кожи, кожные покровы покраснеют. Это способствует выделению тепла. Если же этот механизм не помогает нормализовать температуру тела в определенных пределах от 37 до 40 градусов, тогда вступает другой механизм, подключается. Это потоотделение. Очень мощный механизм поддержания температуры тела. Человек начинает обильно потеть. Это такой защитный механизм. Если же температура продолжает повышаться, вот тут уже происходят серьезные изменения. Это уже угроза для жизни человека. Как правило, это проявляется тем, что кожные покровы из влажных становятся сухими, из покрасневших становятся бледными, и происходит нарушение сознания. Давайте перечислим основные опасности, которые нас подстригают. Это что? Основные опасности – это перегревание организма. Это может произойти резко увеличение артериального давления, учащение сердечных сокращений, нарушение мозгового кровообращения и обострение тех хронических заболеваний, если они у человека есть. Расскажите, почему в сауне, когда температура гораздо выше, не происходит таких процессов? Ну, во-первых, в сауну, я так думаю, в основном люди идут более-менее, скажем так, здоровые в этом смысле. И потом, здесь большой фактор играет именно время нахождения при высокой температуре. В течение 5-10 минут даже при высокой температуре сауны, около 100 градусов, организм вполне справляется, включая те механизмы, о которых мы уже сказали. Там покраснение кожи, обильное потоотделение. Но это может длиться не бесконечно. Ну да, резервы организма. Да, резервы, они не беспредельны. И если не уйти из этой высокой температуры, то рано или поздно, вернее, рано происходит слом и со всеми вытекающими достаточно серьезными последствиями. Вот тепловой удар. Расскажите, мы все находимся в опасности, да? Либо есть какие-то категории людей, которые действительно подвержены? Все, да? Все. Но другое дело, что можно выделить группы риска, которые более чувствительны к воздействию высокой температуры. Мы в первую очередь это дети, особенно раннего возраста, первых трех лет. Так как у них еще не сформировался вот этот защитный механизм адаптации к высокой температуре. Пожилые люди. У них уже этот механизм, скажем так, разбалансирован. Люди, страдающие хроническими заболеваниями. Тоже это группа риска. Ну вот, пожалуй, а остальные условно здоровые люди, если они не будут соблюдать элементарных правил поведения при высокой температуре, то они тоже попадают в эту группу. Мы потом основные правила, конечно, зрителям напомним. Кто, вот, все-таки, да, вы сказали, это дети, пожилые люди и люди, которые страдают хроническими заболеваниями. Какие хронические заболевания могут обостриться в жару? В первую очередь, скажем так, наиболее чувствительные заболевания это сердечно-сосудистые системы. Это ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сосудистые проблемы, эндокринные заболевания, особенно сахарный диабет, кириотоксикоз. Вот это, пожалуй, основная группа хронических заболеваний, которые наиболее, скажем так, болезненные, я бы сказал бы. То есть вы практически всех перечислили? Ну, не все, слава богу, болезней хронически хватает, но это та группа заболеваний, которая представляет наиболее опасность при высокой температуре окружающей среды. Многие врачи, ну, практически все врачи говорят, да, что нужно соблюдать питьевой режим. А начинаешь читать, интересоваться, что же такое питьевой режим и сколько воды положено выпить, и тут, конечно же, я теряюсь в догадках, потому что и 2 литра, и 2,5, и даже 3 литра написано в некоторых интернет-изданиях. Я просто не представляю, как в себя все это можно вместить. Ну, здесь, конечно, нужно подходить, как говорится, с точки зрения здравого смысла. То, что пить нужно много, это однозначно. Другое дело, что это нужно делать небольшими порциями, не в одночасье там выпить литр или два воды. И потом, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Одно дело, когда человек сидит в офисе в комфортной температуре, ему вполне хватит там полтора литр дробно пить водички. Другое дело, когда человек работает на открытом воздухе, под воздействием и тепла, и солнечного излучения, ему, конечно, нужно пить где-то 2, может быть, и 3 литра, может быть, и больше. Потому что человек при такой температуре высокой может терять от 2 до 4 и даже более 6 литров жидкости. Вот это может... Через пот, да? Да, да. Через пот и через дыхание, потому что в процессе дыхания тоже... А это уже может привести к очень серьезным последствиям. Я вот знаю, что многие люди в жару начинают испытывать такой дискомфорт, как отечность ног, допустим. Да. Почему это происходит? Ну, это происходит, во-первых, из-за того, что мы пьем много жидкости. Вот тут как раз-таки нужно какой-то баланс сразу соблюсти. Баланс... Происходит некоторое перераспределение жидкостей. Что-таки расширяются сосуды, особенно венозные сосуды нижних конечностей, поэтому там скапливается больше жидкости и приводит к определенной степени отечности. Но это не должно, скажем так, препятствовать нормальному потреблению жидкости. А что же делать? Пить или не пить? Пить. Однозначно пить. Да еще хотелось бы сделать такое замечание, что пить лучше всего простую воду или минеральную, но, скажем так, не очень газированную, скажем так, чтобы газы, скорее всего, вышли. Но ни в коем случае, конечно, отказаться от алкоголя – это однозначно. Сладкие газированные напитки тоже жажду не утоляет. А вот такой русский напиток, как и вас, насколько он полезен жиру? Полезен, но, опять же, он достаточно сладкий. И жажду он не утоляет. А вот нагрузка будет повышенная. И поэтому, скажем так, если сравнить полезность и... Ну, не то что вред, а не полезность, то лучше все-таки становиться на простой воде. Мало кто говорит о том, что нагрузки в жару, конечно, испытывают и почки, если мы много пьем. Да, вот расскажите об этом. Естественно, почки, как одна из главных, хотя в организме не главных систем не бывает, особенно в жаркое время, в жаркий период, да, испытывают повышенную нагрузку. Дело в том, что это связано, с одной стороны, с большим употреблением жидкости, потому что через почки происходят все принципы обмены. С другой стороны, мы с жидкостью теряем еще очень важные микроэлементы. Калий, натрий, которые значимо необходимы для действенности не только сердца, кстати, сердечной мышцы, но и почек. И кроме этого, еще кроме избыточного употребления жидкости, может возникать другое состояние, это сгущение крови, когда человек, наоборот, жидкость употребляет недостаточно, а потом теряет много. Это тоже очень неприятно сказывается на почках. Плюс еще повышается, скажем так, риск обострения хронических заболеваний почек вследствие сквозняков, воздействия кондиционера, обливания холодной водой и так далее. То есть нужно, конечно, все умеренно делать, и кондиционеры в офисах, и обливание холодной водой тоже нужно в состоянии здоровья, аккуратно подходить к этому вопросу. Вот нагрузка на сердце, да, вы сказали, что для пожилых людей, для тех, кто имеет какие-то хронические заболевания сердечно-сосудистые. Вот самое главное, что просто не выходить на улицу или нужно какой-то особый режим дня? Во-первых, повышенная нагрузка на сердце получает все, кто находится под воздействием повышенного тепла. То есть даже здоровые люди? Даже здоровые люди. Учищается сердцебиение, расширяются сосуды, повышается давление. Это у всех. Другое дело, что определенную опасность представляет в большей степени людям пожилым, в связи с известным, так кажется, с понятной ситуацией, и хроническим бебельным. Что делать? Конечно, по возможности не выходить на улицу после 10 утра и до 5-6 часов вечера. Обязательно головной убор. Обязательно. По поводу одежды еще. Одежда должна быть легкая, не стягивающая из натуральных тканей, свободная. Чтобы, как говорится, была определенная, скажем так, вентиляция, циркуляция воздуха, охлаждающий эффект. Обязательно иметь при себе бутылочку с водой. Снизить максимально физические нагрузки. В зависимости от образа жизни. Но про алкоголь я уже сказал. Здесь, как говорится, не обсуждается. То есть категорически нельзя? Категорически. По поводу питания тоже хотелось бы сделать некоторые замечания. Желательно из своего рациона значительно снизить или вообще убрать такую, так называемую, тяжелую пищу. Жирную, острую. А все-таки отдавать предпочтение растительной пище, легко усвояемой. Каши, фрукты, овощи. И не переедать. Потому что это тоже дополнительная нагрузка на сердце. И еще хотелось бы добавить по поводу хронических больных. Обязательно соблюдать те правила, рекомендации, назначения врача по поводу их основного заболевания. Ни в коем случае не пропускать прием лекарственных препаратов. Регулярно измерять свое артериальное давление, частоту пульса. То есть самоконтроль плюс выполнение назначения врача. Это, по крайней мере, минимизирует тот риск, который возможен при такой жаркой погоде. И вот еще один вопрос. Что делать, если вдруг стало плохо? Если закружилась голова? Если потемнело в глазах? Что это за признаки? Это является одним из признаков теплового удара или перегревания. Потому что процесс перегревания проходит несколько процессов. Вначале это перегревание, потом это трансформируется в тепловой удар, если не принять конкретных мер. Краткость и симптомы. Головная боль, головокружение, мелькание ушек перед глазами, слабость, может быть, нарушение сознания, координация движения. Что делать? Есть самая и взаимопомощь. Если вам стало плохо на улице, то постарайтесь зайти в любой магазин, офис. Сейчас все они оборудованы кондиционерами. Там, где будет прохлада. Выйти в тень, если есть такая возможность. Это обязательное условие. Компресс прохладной воды на лоб, на затылочную область. Расстегнуть, скажем так, стесняющую одежду. Принять полусидячее положение. Если улучшение не наступает, состояние здоровья ухудшается, если вы сами чувствуете, что вам плохо, вызвайте скорую помощь. Спасибо вам большое. Надеюсь, что ваши рекомендации помогут сегодня многим. Спасибо. Напомню сегодня об опасности, которые подстерегают нас в жару, рассказал Александр Горячев, врач Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Добавлю, что в Ростурде из-за сильной жары порекомендовали сократить продолжительность рабочего дня. Вот таким было сегодня мнение. С вами была Юлиана Шнайдер. Всего доброго и до встречи.